приветствую всех на канале вот у нас в работе очередной лиф что последнее время с лифами мне везет этот лиф у нас сейчас не запускается ошибка по хвиллу по хвиллу не батарейному внешнему и сейчас как раз будем заниматься поиском неисправности но вся проблема в том что это у нас японский лиф переделанный с соответствующими возможными вариантами дефектов в общем будем разбираться что у нас здесь и почему автомобиль не запускается и посмотрим опять ли здесь дефект появился вследствие переделки с праворульной на левостороннюю с правосторонней на левосторонние вернее наоборот короче с правого руля на левый руль и или же здесь что-то уже приобретенная процессе эксплуатации в общем будем заниматься поставил перемычку на сигнальный разъем на пидем для того чтобы исключить либо опровергнуть неисправность самом пидем и подтвердить что здесь что-то с проводами которые были приложены с одной стороны на другую в общем поставил перемычку автомобиль у нас начал запускаться горят еще ошибки горит черепаха потому что батарейку нужно подвязать и кстати батарейка перепакованная и поэтому машина проезжать 438 километров заявлено не знаю проезжать ли она такое не проезжает но тем не менее в общем сейчас у нас все сводится к тому что есть какая-то неисправность в пидем в общем буду тогда разбираться с хвилом пидем там два хвила идет один на крышку которая закрывает болты инвертора силовые фазные и один который ты же закрытие крышки пидем но как сейчас выяснилось что под пидем тоже лазили в общем сейчас буду снимать крышку пидем и разбираться в чем же там проблема и вот кстати еще даже не успел снять жабо только начал откручивать и заметил что здесь все-таки уголок поломанный и излом свежий то есть в принципе такие что когда лазили сюда вскрыли как раз сломалась ушка это но она не критично абсолютно ноги на герметически влияет но не успела даже грязью испачкаться то есть автомобиль после вскрытия pdm уже не ездил потому что много пыли а здесь грязь вернее этот излом абсолютно чистый поэтому сейчас буду снимать жабо до откручивая стальные болты и сниму крышку пдм и буду смотреть по ходу здесь все-таки был человеческий фактор повлиял на эту неисправность очередной вариант выхода из положения когда что-то где-то не становится это подпилить попадая грязь в редуктор трапеции дворников он долго не проработает и сама трапеция здесь ничем не прикручена здесь прикручена напрямую с одной стороны с другой стороны вот я уже начал откручивать и все шумы которые идут с дворников они должны гаситься на этих подушках но здесь они идут напрямую но шумы это самая маленькая из проблем которые есть в такой переделки так снял крышку педем и вот что мы здесь видим вот это у нас один концевик который отслеживает что крышка педем закрыта и 2 концевик идет вниз в общем с хвилл а мы судьбу обманули но у нас есть еще другие ошибки связаны с инвертором поэтому в любом случае нам придется туда лезть и заодно посмотрим почему же нас фил было в обрыве здесь то мы его соединили но первая причина не было выявлено ну а теперь будем добираться до первой причины поэтому сейчас сначала снимем педем потом снимем крышку инвертора посмотрим что там ну и возможно будем снимать полностью инвертор или pdm и сняли разъем с инвертора и увидели что здесь вот капелька воды здесь вода есть внутри самого разъема при этом что здесь у нас при снятии pdm ничего не капнула все сухо и крышка пластиковая которая закрывает разъем тоже сухая но в этом у нас есть антифриз возможно такие у нас проблема именно связано с тем что у нас в инвертор попала водичка смысле антифриз сейчас тогда откинем компрессор кондиционера откинем крышку которая закрывает шины мотора открутим их и снимем сам инвертор и будем смотреть что же там такое откуда-то может быть водичка так а здесь у нас тоже все сухо то есть стороны pdm у нас на теле на лица туда ничего не могло в общем будем часто до снимать к сожалению вот эта крышка у нас идет чисто на контур охлаждения поэтому мы там через нее никуда не доберемся а болты у нас находится с обратной стороны поэтому на месте крышку снять не сможем и только снимать нужно будет инвертор сняли инвертор и вот на резинке здесь можно увидеть конденсат вот капельки влаги и и такое же точно есть и инверторе в самом не фоккшот вон там тоже капельки на пластике и на самом разъеме вот можно увидеть водичку скорее всего это антифриз в общем сейчас тогда сольем его и вскроем крышку посмотрим если какие-то там последствия здесь контур охлаждения идет антифризом и возможно там есть повреждения по в рубашке охлаждения в общем сейчас сольем антифриз патрубков и будем скрывать крышку а вот что у нас течет с него не попадалась нам еще такая проблемка чтобы в инверторе был антифриз но все бывает когда-то первый раз а вот так вот выглядит нижняя часть инвертора все залито и уже к тому же давно странно что не билось ошибку по сопротивлению изоляция будем узнавать сколько стоит инвертор но думаю не сильно дорого поэтому рисковать с тем что здесь будет выгнившие переходы на плате не имеет ровным счетом никакого смысла поэтому скорее всего закончится тем что мы просто сюда поставим другой инвертор и автомобиль уедет почему такая вот неприятная ситуация произошла с этим лифчиком ну да как раз четко плату ну а наш 5 таки нагревается и испаряется и влага здесь было по сути везде замену этого утопленного инвертора другой инвертор и сейчас как раз буду устанавливать его и будем посмотреть все ли у нас будет работать или что-то нет а пока ждали инвертор приехал mercedes очередной с проверком что тоже около 50 тысяч километров здесь была проблема с сальником но человек обратился вовремя поэтому здесь в отличие от того мотора который был недавно видео здесь абсолютно никаких последствий не было и обошлось заменой сальника ну естественно проверили ротор и все с ротором нормально не выработки нет ничего в общем вот такое вот такая вот разница отношения к автомобилю либо же забить на все и выкатываться до момента когда ошибка бьет либо же для профилактики приехать и устранить это пока еще не пошли неприятности в общем и часто да буду заниматься установка инвертора на лифт ну чтобы у нас эта ситуация не повторилась на всякий случай сейчас опрессуем еще педем этот и посмотрим не он ли у нас являлся первой причиной того что у нас в инвертор попал антифриз а попасть он мог теоретически через вот этот канал как раз он идет сюда здесь шины подключаются закачали туда 2 спана бара при том что в системе 0 5 бар и посмотрим будет ли у нас здесь сдержать давление в системе охлаждения такого давления нет поэтому мы проверяем его с пятикратным избыточным давлением но лучше как говорится перебдеть пдм инвертор уже установлены все затянуто сейчас накину сюда крышку для того чтобы замкнуть и попробую запустить посмотрим как она у нас себя будет вести если все нормально тогда уже можно будет заливать антифриз закручивать крышку ставить жабо и в принципе тест-драйв